Уважаемые гармонисты и любители Саратовской гармоники! Сегодня мы находимся в музее Саратовской гармоники СГТУ имени Юрия Алексеевича Гагарина. Многие из вас не знают, но Юрий Алексеевич очень любил Саратовскую гармонику и даже хотел научиться на ней играть. Многие думают, что на этом инструменте... Ну что тут можно сыграть? Всего 10 кнопок, 2 баса. Я сейчас хочу сыграть саратовские переборы, и вы увидите, что можно на этой маленькой звонкоголосой гармонике сделать. Саратовская гармоника Каждая гармоника звучит по-своему. И чтобы их не перепутать, их делают красного цвета, зелененького цвета. Вот я сейчас возьму другую гармошку, и мы с вами начнем наши уроки. Многие знают, что саратовская гармоника отличается от других наличием колокольчиков. Но вместе с колокольчиками у нас тут находятся и басы. Басов всего два. В жим и разжим у нас по-разному звучит гармоника. И первым делом мы научимся извлекать правильно эти звуки. Бас и аккорд. Бас мы нажимаем нижнюю кнопочку, тянем на разжим. Звучит тоника. Нажим. Та же кнопочка у нас будет звучать доминанта. Итак, если мы нажмем две кнопочки, верхнюю и среднюю, будет у нас звучать аккорд. Эти кнопочки надо нажимать вместе. Итак, первое упражнение. Бас-аккорд, бас-аккорд. Попробуйте сыграть вместе со мной. Теперь вот сравнение, как будто это и это играет. Какого-то нет ни колокольчиков. Ты начал опять про лорк. Можно сказать, что нужно сейчас сравнить гармошки, как это играет. За женщину, чтобы у людей глаза закрыть. Ты начал уже там опять басами, басами. Ты на это правильно начал передачу, как будто сыграл веселую. А теперь послушаем, как играет вот эта гармошка. Ну, я могу сказать. А теперь послушайте, как звучат саватские переборы на какой гармошке? На другой? Ну, на другой, но на более такой, который на баса. Но уже я не хочу перебор играть. Зачем перебор играть? Не перебор. Другая, но она уже по-другому звучит. А может быть то же самое, но вот на другой гармошке. Как бы и так это давать. Итак, теперь разберем, что же находится у нас справа. Справа у нас находятся 10 кнопочек. Особенность саратской гармоники такова, что на одной кнопочке два звука. В разжим один, а в жим другой. И для примера я хочу сыграть песенку, как под горкой, под горой. Сейчас мы с вами разберем первую часть этой песенки. Находим вторую кнопочку, ставим на нее первый пальчик. В игре будут у нас участвовать 4 пальчика. Первый, второй, третий, будем их называть так. Указательный пальчик будет первым. Итак, вторая кнопочка на разжим. Это у нас будет условно. Еще раз подчеркиваю, потому что гармоника каждая звучит по-разному. Нота до. До. В жим. Та же кнопочка, нота ре. Ре. Попробуйте сыграть. До, ре. До, до, ре. Теперь вторым пальчиком нажимаем третью кнопочку сверху. На разжим здесь будут следующие ноты. Ми. Нажим фа. Попробуйте сыграть. Ми, фа. Ми, ми, фа. А теперь все вместе. До, до, ре, ре. Ми, ми, фа. Попробуем сыграть такую фразу. До, до. Ре, ре, ми, ми, фа. Повторите еще раз. Хочу обратить внимание, что самое сложное – это соединить мелодию в правой руке с басами в левой. Поэтому мы будем постепенно делать упражнения, играть отдельно левой рукой и отдельно правой рукой. Ты правильно делаешь, чтобы все это вырезать, но я имею в виду, чтобы не сбиться. Про то, что я тебе говорю, это вчера и это за вчера. Лучше, конечно, написать конспект. И сейчас я не включаю камеру, говорю еще раз, что ты... Да и конспект, ты, я вчера сидел, думал, и сегодня сидел, думал. Можешь как бы сбиться и повторять, как бы эти до и первый, второй, пятый урок смешивать. А люди, так сказать, тоже будут смешивать. Ты давай, не путай меня, давай, дальше поехали. Итак, продолжаем наше занятие. Мы разучиваем песенку «Как под горкой, под горой». И на прошлом уроке мы изучили четыре нотки, где находятся до, ре, ми, фа. Повторим. До, ре, ми, фа. И продолжим изучать песенку «Как под горкой, под горой». Мы дошли до следующего момента. Следующая нотка будет у нас ми, ре, до, до, до. Теперь попробуем сыграть вместе. Ми, ми, ре, ре, до, до, до. Итак, попробуем соединить первые и вторые уроки. Хочу обратить внимание, что в левой руке у нас есть еще одна хитрая кнопочка. Это воздушный клапан. Его нажимать можно двумя способами. Или как я делаю пятым пальцем, левой руки, большим пальцем. Или можно нажимать вот так. В процессе игры возникает необходимость или набрать воздуха, или спустить лишний воздух. В дальнейшем вы поймете, о чем речь. Итак, в левой руке у нас задействованы все пять пальцев. Кому-то нравится нажимать мизинцем. Басы. Мне больше нравится использовать... Мизинчик у меня отдыхает. Я работаю только первым, вторым и третьим пальчиками. И большим пальцем содействуем воздушный клапан.